Готовим невероятно вкусный, нежный торт пломбир, без выпечки, легко и просто. Торт шоколадный пломбир, незабываемый вкус детства, прямо сейчас для вас на канале Райвика. А я рада вас приветствовать, друзья! И давайте насладимся приготовлением этого торта специально для вас. Погнали готовить! И как всегда, прежде чем начнем готовку этого изумительного, умопомрачительного торта, я жду ваши лайки, ваши комментарии. Если вы гость нашего канала, для вас красная кнопка подписаться находится здесь. Сделайте ее шоколадной! Стряхнем стариной, приготовим вначале крем. И нам нужна кастрюля с толстым дном. А при чем тут старина и крем, я не понял. Ну, потому что мы готовили обычный пломбир, а сейчас будет необычно. Сейчас будет шоколадный. Берем 150 грамм сахара, кидаем пакетик ванильного сахара 8 грамм. Сделаем работу над ошибками. Яйца вначале поломаю в другую миску, чтобы у меня ничего там лишнего не упало. Такие ошибки были, да? Ну, тогда ж корлупка упала, сейчас нет. Ничего, это полезно кальций. Кальций нагрызи! В кастрюлю отправляем 2 куриных яйца. Сыпаем 2 столовые ложки крахмала. Прям с горочкой. Все перебульбукаем до однородности. Плеснем сюда полкилограмма сметаны. Сметану уберите, чем больше жирности, тем лучше. Ого, сметаны! Ну, полкилограмма. Снова коров надо заводить. Снова, только избавились от них, опять снова надо бы заводить. Какая сметанка вкусная. Все, перемешаем сметану с яйцами. Ой, такая масса получается прикольная. Сметанка, как будто соду кинули, так пенится. Пьяная сметана. Можно делать торт пьяную вишню, да? Без алкоголя, оно и так. Так будет уже. Хотите пьяный торт, дайте ему забродить. И будете экономить на бухле. Как минимум сметана что-то забродила, да? Да. А что это вдруг? А что это вдруг Лола? Лола пошла клянчить. Что, крем готов? Чтоб сейчас все эти... Упияются сырые. Да, любители сальмонелло вздрогнут. Поэтому, ладно, не боитесь, идемте к плите. Я включу вначале максимальный огонь, чтобы быстрее нагрелась эта жидкость. А потом на медленном огне будем проваривать крем. Минут пять, пока сметана не сварится. Постоянно нужно помешивать. Прошло минуты две, видите, крем стал как будто вода, сметана расплавилась. Стало как молоко, такой жидкий-жидкий крем. Но не спешите рвать волосы на голове. Все нормально. Мы продолжаем мешать. Еще минуты три-четыре, пока крем не превратится в мою. Похоже, как растопленный пломбир. Вот если пломбир... Да, кстати, если мороженое растопить, то оно вот до такой консистенции. Пока у нас растопленный пломбир, мы его сейчас будем замораживать. Нагреванием. А теперь прошло уже три минуты. Видите, какой у нас теперь кисель получается. Крем стал как будто манка. Еще буквально минуточку проварю его и буду снимать с огня. Потому что крем уже густой. Видите, крем уже сварился, густой. Кто не знал, что сметану можно варить и получать вот такой пломбирный крем? Напишите прямо сейчас в комментарии. А кто уже знал, поставьте сердечки или какой-нибудь смайлик, что вы уже в курсе. Добавлю сюда 80 грамм сливочного масла комнатной температуры. Да, прямо в горячий крем. И перемешаем. Крем готов. Смотрите, какой эластичный, гладкий, без комочков получается. Поэтому никто его блендерить не будет и через сито пропускать тем более тоже не будем. Знаете, почему мы начинаем всегда с приготовления, не всегда, а именно сейчас с приготовления крема? Потому что нам нужно его полностью охладить. И мы берем пищевую пленку. И сегодня мы не идем в Одноклассники, сегодня мы идем в Контакт. Накрываем прямо в Контакт. Крем. Мы сегодня будем контактчиться. В Одноклассники потом приготовим торт. Сделаем чай с Одноклассниками. Одноклассниками в Одноклассники гульбенить. Так что, если вы еще не в нашем классе, мы вас ждем. Поторопитесь. Для тех, кто не знает, что такое контакт, когда пищевая пленка прямо соприкасается с кремом. Он тогда не будет обветриваться, не будет бояться сквозняка. Куда он там обветрится, боже, это что, пустыня вам. Все, мы его охлаждаем и приступаем к приготовлению коржей. Берем 100 грамм сахара. Просеем сюда 300 грамм муки. Добавлю 2 столовые ложки какао. И натру на крупной терке 180 грамм сливочного масла. Я перед этим его кинула в морозилку, чтобы оно у нас было заморожено, отмороженное. Замороженное. Сейчас будем его отмораживать уже своим теплом. Замороженное масло легко натирается на терке. Ну, быстро надо делать. Надо быстро делать, да. Не, ну терять не так уж и быстро. В своем темпе трем. Так красиво уже. Бери и ешь. И теперь нужно быстро-быстро руками сделать крошку, пока мы не растопили своим горячим сердцем это масло сливочное. А так руками мешаем. Вот такая песочная крошка у нас получилась. Берем теперь сковородку и крошки высыпаем на сковородку. Я буду в два этапа жарить, так легче, удобнее. И нам нужно пожарить крошки. Крошки жарим, постоянно вот так помешивая и переворачивая. Надо сначала масло заморозить, потом его тут пожарить. Это целое искусство. Для мозга нелогично. Все логично. Что это нелогично-то? Так пахнет вкусно. Боже, я обожаю запах какао. И жареного. Вообще какао, да. Печеного, жареного. Крошка готова. Я ее пересыпаю в большую емкость. Видите, она рассыпчатая. Если вы постоянно помешиваете, то у вас все нормально. Ничего не прилипает одним пластом, а становится крошкой. Поставила жариться и вторую партию. Почти-почти финиш. Главное вот так мешать все время. И тогда крошка будет крошкой, а не деткой. И вторая партия готова крошкой. Такая красивая получается. Видите, если ее мешать, то никакого пласта нету. Все получается very good. Мы уже справились и с кремом, и с подложкой. Теперь будем собирать торт. Для этого нужно нам какое-нибудь блюдо и разъемное кольцо диаметром 17 сантиметров. Помимо этого, нам еще нужен обычный вот такой файлик для бумажек. Он нам нужен для того, чтобы мы обклеили форму. Потом мы, когда снимем кольцо, у нас бока были красивые. Смочу растительным маслом файлики. Тогда их легко будет клеить. Мы им клей добавим. Чтобы он приклеился, дай Боже. Да, он приклеился, супер. Теперь снимаем контакт. Крем перемешиваем. Смотрите, какой густой, хороший крем у нас. Да, крем отличный. Ой, как сразу пахнет мороженым. Берем теперь крошечку. Где-то 4 ложечки. И вот так раскидываем. Делаем дно. Подложку. Но трамбовать не будем. Просто разровняем крошку. Теперь берем где-то 4 ложки крема. И ювелирно, аккуратненько его распределяем. Теперь снова крошечку посыпаем. Как растворимый кофе. Да, да, да. И снова крем. И разравниваем. Снова крошка. Мы ее не трамбуем, просто разравниваем. И последний корж. Тут прям много крема. Получилось 4 шоколадных и 4 крема. И я оставила буквально ложечку крошечек, чтобы чуть-чуть вот так сверху его украсить. А вы можете украшать по своему желанию. Самое легкое мы сделали. Теперь осталось самое сложное. Это, конечно же, набраться терпения. Отправить тортик в холодильник минимум на 5 часов. А лучше, конечно, на ночь. Давайте проверим силу своей воли. Встретимся утром. Лолоша. Лолоша. А где мама твоя? Где мама? Иди проверь. Куда ушла мама? Не знаешь? Сила есть, воля есть. А силы воли нет. Я надеюсь, это все не про вас. У нас вот ночь прошла. У нас сила воли железная. И сейчас самое время освобождать десертик с плена. Вау! Как хорошо, что мы поставили эти файлики. Тра-та-та-та-там. Прелестно, прелестно, прелестно. Шедеврально. Ой, самый волнительный момент. Режем тортик. Ну, идет как по маслу. Уже хорошо. Вот это я скромно режу. Все для себя, любимый. О, шикардос. Мама дорогая. Боже, какой он красивый. Какой он нежный. Это надо только самому сделать. И кайфануть. Какое тесто вкусное, приятное. Вот эта крошка хрустит, как хрустинка. А крем пломбирный прямо не поломает ни одну вашу пломбу, потому что он просто тает во рту. Это не то, что головокружительно, это умопомрачительно. Очень вкусный, легкий торт пломбир. Я вам, конечно же, рекомендую, если вы еще ни разу не готовили этот торт, самое время насладиться этим десертом. И кому понравился рецепт, как всегда, я буду рада видеть ваши лайки, ваши комментарии. Пишите, делитесь с нами своими мыслями, настроением. И кто у нас впервые, то давайте присоединяйтесь к нам. Нажимайте красную кнопку подписаться. И будет вам и пломбир, и эскимо, и много чего интересного. Будьте здоровы, друзья! Море улыбок, а с вами мы, Рай Вика. И до новых встреч. Покедова! А это уже для Вики. Вот какой у нее кусманчик. Трам-трам-там-там-там-там. Трам-там-там-там.